Благодаря вашему вниманию и вниманию китайского лидера, к счастью, парк сейчас, хотя в Панамии развивается хорошо, но с другой стороны мы видим, что в последние годы сейчас международная ситуация останется на природе. С китайской стороны Китай успешно борется с ампидемией коронавируса и выступает за мир и международное сотрудничество, и вносит свой вклад в мир во всем мире. И как вы оцениваете нынешнюю активную роль Китая в решении международных вопросов? Я оцениваю очень просто. Ни один вопрос в мире сегодня без Китая не может решаться. Китай стал глобальной страной, своей глобальной политикой. Я знаю, сегодня-завтра Си Цзиньпин выступит с заявлением или речью по поводу конфликта в Украине. Прошу обратить внимание, что это такой необычный для китайской политики, необычный шаг. Китайцы всегда аккуратные, осторожные, туда, куда они не надо, они не лезут. Если они понимают, что это не даст искомого результата требуемого, они тоже не станут делать в этом направлении шаги. Так вот, если Китай решил озвучить свою позицию таким образом из уст высшего должностного лица Си Цзиньпина, это будет иметь серьезные последствия. И если это послание, которое прозвучит из уст лидера Китая, не будет услышано теми, кому оно будет адресовано, это тоже будет иметь серьезные последствия. Поэтому я просто забегая наперед, советую тем, кому будут адресованы слова Си Цзиньпина, принять их всерьез и сделать определенные шаги. Вот это будет серьезный голос во имя мира в этом регионе. Ясно, что это будет заявление не на конфронтацию, как это сделал президент США в Киеве. Война, 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 давайте, бейте друг друга, убивайте и так далее, мы вам дадим чем убивать. Оружие дадим. Я уверен, что это выступление явится венцом всей миролюбивой политики Китая. Это я сто процентов убежден. Иначе просто быть не может. Вот это образец этой миролюбивой политики. Вы прекрасно понимаете ситуацию в мире. Китаю спокойной жизни не будет. Главный соперник Соединенных Штатов Америки это Китай. И американцы это и не скрывают. И что печально, что они снизошли даже до мелочи. Ну возьмите вот этот аэростат, шар этот, который был направлен на изучение погодных явлений и так далее. Словом, гражданский объект. Они взяли его сбили. Но вы смотрите, они его обнаружили на западе Соединенных Штатов Америки, а сбили над Атлантикой, когда он пересек Соединенные Штаты Америки. Они же его видели. Но они по-американски устроили шоу. Они напрягали, напрягали свое общество, чтобы все видели, какая опасность от этого китайского объекта. И когда 300 миллионов человек, американцев, были сосредоточены на этом объекте, они его сбили. Для чего? Выборы предстоят показать свой героизм. Правда, потом же все люди разобрались, что это просто был недружественный шаг в отношении Китайской Народной Республики, в отношении Китая. Китайцы сразу заявили, что это абсолютно гражданский шаг. Можно было вместе разобраться, что это такое. Нет, демонстративно его уничтожили. Это очень недружественный шаг. В этом ряду стоит и визит Джо Байдена в Киеве. Такой мелкий, неприличный шаг. Я ценю его как президента. Молодец. Он сел, поехал, спросил разрешения у России или предупредил Россию, но тем не менее поехал. Ну, это попугайничество, понимаете? Это уже было. Вот точно такой визит. Зачем? Выборы. Выборы президентские. И он хочет Джо Байден на лошади на коне войны прискакать в эту выборную кампанию. Вот тут точно не получится. Точно не получится. Я это знаю хорошо. Поэтому наш путь в Украине – это путь мира. Китайцы придерживаются этого пути. Сто процентов убежден и россияне склонны к тому, чтобы прекратился этот конфликт. Все за американцами. Делайте конкретные шаги к миру, и мир будет. В основе вот этого всего узла сегодня оказался Китай. Он главным узлом оказался. И еще раз советую послушать, что скажет Си Цзиньпин по поводу этого конфликта. Внимательнейшим образом, потому что это заявление Китая – это новый шаг, оригинальный шаг, который будет иметь серьезные последствия в мире. Мой первый вопрос касается российско-украинского конфликта. В феврале этого года Республика Беларусь и Российская Федерация состоялись их совместные военные учения. И в западных СМИ говорилось, что это один из сигналов о возможном участии Республики Беларусь в конфликте. Несколько дней назад, когда происходило, состоялось ваше интервью, вы отметили, что есть разведывательные данные о том, что западный мир, он рассчитывает на вступление Республики Беларусь в этот конфликт. Будьте добры, пожалуйста, расскажите, как вы оцениваете вот эти стимулы, движущие стимулы силу Запада, на что они рассчитывают и возможно ли прямое участие Республики Беларусь в данном событии, в данном конфликте? Российско-украинскому конфликту год. Да, мы говорим о причинах этого конфликта, но большое видится на расстоянии, как у нас говорят. И для того, чтобы оценить причины этого конфликта, должно пройти определенное время. Это чисто в китайском стиле. Никогда не надо торопиться. Придет время, мы расставим все точки над «и». Но я абсолютно согласен с президентом Путиным, который говорит о том, что первопричины не лежат в России. Издевательства над русскоязычными, над русским языком, они до 2014 года были, и это все нагнеталось западными государствами. Естественно, ни одна страна, ни Америка, ни Китай не позволили бы издеваться над своими соотечественниками, над людьми, которые говорят просто на русском языке и живут по русским обычаям, принимают русскую культуру. Тем более, оскорбления доходили до самого президента России со стороны Украины и всего российского руководства. Там целый клубок. Причина там, в 2014-2015 годах, здесь, в Минске, были приняты Минские соглашения. Нормальные договоры, и Украина подписала эти договоры. Надо было следовать этим путем. И сегодня гарантия, Донбасс был бы украинским и управлялся из Киева бы. Уже давно всякие шероховатости были бы забыты. Но, как говорят сегодня участники этого конфликта, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и президент бывшей Франции Франсуа Оланд, что они приехали в Минск и подталкивали Россию и Украину к заключению договора для того, чтобы выиграть время, чтобы Украина подготовила свою армию для нападения на Россию. Маски сорваны, карты открыты. Вот вам и вся причина, и весь замысел. И в России многие, знаете, с непониманием восприняли действия Путина и руководства. Я всегда россиянам говорю, не торопитесь. Придет время, и вы оцените, кто прав, кто виноват. Некоторые в России говорят, знаете, Россия несколько поторопилась, начав эту военную операцию. А я скажу, что она была неизбежна. Конфликт в Украине-России был неизбежен. Если бы Россия не упредила эту войну со стороны Украины, я еще раз подчеркиваю, теперь понятно, кто был заинтересован в этой войне и кто ее начал. Так вот, если бы Россия не упредила действия Украины, да и всего Запада с территории Украины, последствия были более тяжелыми. Ну, это так, говоря о причинах. Теперь о Белоруссии. Еще раз могу повторить, специально для китайского народа. Мы очень миролюбивые люди. Мы знаем, что такое война. Мы в последней войне потеряли треть своего населения. В чужой, фактически, войне. Так получалось, что Наполеон в Россию ушел через нас, туда и обратно, уничтожил Беларусь. Первая мировая война, театр военных действий был здесь. Вторая мировая война, для нас Великая Отечественная война, театр военных действий в основном Беларуси. Мы не хотим никакой войны. Тем более, украинцы, люди, народ украинский, это не чужие нам люди. Это родные нам люди, даже мои предки, где-то там в Украине родились, между Черниговым и Киевом. Это уже из личного. Поэтому мы абсолютно не собираемся нападать на Украину, но не дай бог с территории Украины будет совершена агрессия в отношении белорусского государства, мы вынуждены будем отвечать. И я уверен, что тут мы поддержку получим всего мирового сообщества, в том числе и Китайской Народной Республики, если против нас будет совершена агрессия. Мы это доводим по разным каналам до Украины, в том числе и до Запада. Я их предупредил, что не дай бог будет развязана агрессия с территории Украины на территорию Беларуси. Мы ответим, но это будет совершенно иная война. Она приобретет мгновенно иной характер. И здесь мы будем сопротивляться и отстаивать нашу землю и бороться с агрессором, в том числе и войсками Российской Федерации вместе. Пока, как последние дни показали, ни с территории Польши, ни с территории Литвы, тем более Украины, концентрации войск для того, чтобы втянуть нас в войну, мы не замечаем. Мы это положительно оцениваем. Они там в экономическом плане начинают пакостить. Границы закрыли для передвижения грузовиков. Ну, вот сами себе выстрелили в ногу. Мы и так в Западную Европу не очень-то перемещаемся, а вот с территории Евросоюза через Польшу, в Китай, Казахстан, другие направления, там очень много перемещалось автотранспорта, железнодорожного транспорта. Это выгодно им было. Их водители ехали в Китай, Казахстан, в Россию. Сейчас они не поедут. Если мы закроем со своей стороны, закроем границу, то тысячи-тысячи людей лишатся работы. Ну, вот пакости экономические. Литва порты закрыла, притом там наша собственность. Она закрыла порты для наших грузов. Ну, что ж, потеряли, миллионы долларов потеряли. Мы нашли другие порты и поставляем свою продукцию. И прошлый год у нас был в финансовом отношении лучше, чем предыдущие годы. Поэтому вот этот санкционный режим и давление экономическое, оно ни к чему не приведет. А в плане военном мы готовы ответить, притом серьезно готовы ответить. Эту позицию мы довели не только до Украины, но и до англичан, Соединенных Штатов Америки. Надеюсь, у меня будет возможность, мы проинформируем и французов, все-таки ядерная держава, о нашей позиции. Поэтому мы готовы, мы готовы к тому, чтобы защитить суверенитет и независимость нашей страны. Мы не хотим войны. Мы хотим, чтобы здесь все было мирно, чтобы наши люди мирно, спокойно жили и сотрудничали с теми, кто с нами хочет сотрудничать. Ну, как Китайская Народная Республика.